В Зеленодольском районе пациентка психоневрологического интерната подозревается в убийстве. Минувшие выходные в одной из палат отделения было найдено тело 79-летней пациентки с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается 71-летняя соседка, погибшей по палате. По версии следствия, санитары уложили пациенток спать, но в середине ночи подозреваемая убила свою соседку. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Причатся к совершению преступления женщина, которая признана невменяемой 5 лет назад, признала в полном объеме. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В набережных Челнах в бассейне утонул 17-летний юноша. В какой-то момент молодой человек не вынырнул на поверхность. Когда сотрудники бассейна достали тело, пострадавший уже не подавал признаков жизни. Трагедия случилась в этом бассейне. Молодой человек плавал в воде, однако в какой-то момент по неизвестной причине ему стало плохо. По предварительным данным, во время купания молодой человек не выплыл на поверхность бассейна. Это стало известно инструктору, после чего молодой человек был извлечен на поверхность. Однако проведенные реабилитационные мероприятия сначала медицинской сестрой, затем приехавшими на место сотрудниками скорой медицинской помощи результатов не дали. По предварительной версии, причиной смерти стало внутреннее кровотечение, однако истину установят вскрытие. Сейчас тело юноши направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Между тем, это далеко не первый несчастный случай смерти подростка в бассейне. 18 августа этого года в одной из саун Нижнекамска в бассейне утонул 7-летний ребёнок. После случившегося следствия предъявило обвинение матери мальчика. В момент гибели школьника она не следила за ребёнком, а развлекалась со знакомым. Там они употребляли спиртное, затем мальчика выпроводили в бассейн. После окончания этих сексуальных утех обнаружили, что мальчик молчит. А в ноябре прошлого года уже в набережных Челнах в бассейне утонула 11-летняя девочка. В тот роковой день там проходила акция. На заплывы школьника впускали без родителей, однако за детьми должен был присматривать инструктор. Тем не менее, по словам свидетелей, дети находились без присмотра тренера. Когда девочки купались, одна из них заметила, что потерпевшая исчезла и позвала инструктора. В ходе следствия было установлено, что инструктором являлся 16-летний школьник, который был неофициально трудоустроен. Несмотря на возбужденное уголовное дело, после смерти девочки молодого инструктора даже не уволили. Сегодня по факту гибели 17-летнего юноши Следственный комитет республики начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Серьезная авария произошла сегодня днем на перекрестке улиц Беломорской и Центральной Мариупольской. Столкнулись Лада и Шкода. Оба участника аварии не хотели признавать свою вину и обвиняли в случившемся друг друга. А это я не видел здесь никого. Из-за этого я продолжался. Так развернуть это же немалая скорость. Водитель автомобиля Шкода не мог сдержать эмоций. Мужчина только вчера купил свой новый автомобиль и сегодня ехал оформлять машину в ГАИ. Однако сегодня днем инспекторы ГАИ приехали к нему сами. Я здесь заезжал, он зеленый мигать стал. Я поворачивал, здесь повернул, а здесь машина уже остановилась. А я откуда знаю, что там не было, он, видимо, на большой скорости. Я его не увидел. Поехал, и вот он меня развернул, аж ударил. По словам автолюбителя на Шкоде, он собирался повернуть с улицы Беломорской на улицу Центральную Мариупольскую. Из-за плотного потока машин мужчина не заметил, что в этот момент по Беломорской двигается автомобиль Лада. От сильного удара Ладу откинуло на знак, стоящий на обочине. Кроме того, отечественная едва не врезалась в остановку. Я пытался уйти от столкновения, я даже затормозить не успел. То есть он у меня перед носом прям выкатился. На остановку там люди стояли. Люди не пострадали? Нет, не пострадали. У меня тут выбора не было. Виновника аварии определяют сотрудники ГАИ. Скорее всего, ему придется оплатить ремонт не только своего автомобиля, но и установку нового дорожного знака. Водитель без документов совершил ДТП по принципу домино на улице Гвардейской. Как выяснилось, виновник аварии частенько садится за руль в нетрезвом состоянии. А вот вы вышли, что водитель говорит? Не вызывайте сотрудников полиции. Он был неадекватный, он пахло от него или что? Да. Что? Ну, ощущался запах алкоголя, да. То есть нетрезвый, да? Да, да. Сначала виновник аварии просил владельцев помятых машин не обращаться в полицию. А когда приехали сотрудники, рассказал, что за рулем был не он, а его супруга. Как вы без прав тогда ездите? Ну, ездите. Ну, жена ехала. Что? Жена ехала. Ну, как жена? Жена после приехала? Ну, какая разница? Я жену же не буду предавать. В смысле, какая разница? Вы говорите, вы с женой ехали. Кто у вас за рулем тогда был, получается? Я. Говорят, что вы были, да? Потому что водители же видели? Да. А как вы без документов ездите? Самая жена боится ехать. Ну, ладно, без документов. Вы еще в нетрезвом виде. Вы для храбрости? Не знаю. А если бы человека убили бы? Нет. Я никогда не убил. Уйти от ответственности виновнику аварии водители поврежденных машин не дали. На место приехал экипаж полиции. Мужчина, управлявший отечественной, был не только не трезв, но и с собой у него не было никаких документов. Автоинспекторы выяснили, что мужчина 77-го года рождения привлекался к уголовной ответственности за езду в пьяном виде два года назад. И накануне снова устроил ДТП. Я не тормозил, но летел на полной скорости. А, значит, ты даже не тормозил? Не тормозил. Я успел заметить зеркало заднего вида, вот то, что он догоняет меня. Поэтому заблаговременно начал останавливаться, да, ну, чтобы, как бы, меньше ущерба вот этому транспортному средству нанести. Но не получилось. О, получилось вообще там же не сильно? Там не сильно спереди, да. Весь удар мне в заднюю часть пришелся. Судя по удару, скорость отечественной была немаленькой. Заднюю часть автомобиля «Шкода» серьезно повредилась. Машина виновника аварии тоже деформировалась. Пассажиру, сидевшему на переднем сидении, пришлось выходить через водительскую дверь. Люди в аварии не пострадали. И в продолжение. Заглядевшись вот на эту самую аварию, о которой мы рассказывали, водитель «Лады» 14-й модели не успел нажать на педаль тормоза и на полном ходу врезался в «Ладу-весту». То есть еще одна авария уже на крайней правой полосе произошла на улице Гвардейской. В результате этот участок дороги был сужен до одной полосы. Приехавшие на место ДТП автоинспекторы заметили, что в ВАЗе 2114 на передние стекла нанесена тонировка. Результаты тестирования показали, что светопропускаемость ниже нормы. Водителю выписали штраф и на месте удалили темную пленку. Несмотря на серьезные повреждения, все машины уехали своим ходом. На проспекте Победы в «Ладу» врезались сразу три машины. Несмотря на серьезные удары, водитель не пострадал. А вот его «Калина» превратилась в груду металла. Получается, ваша машина дважды в ДТП? Трежды. Водитель «Черной Лады Калины» не верит в случившееся. После трех ДТП его машина получила серьезные технические повреждения. А на нем нет ни царапины. Вот я ехал. Вот кем. Не обгоняет, не подрезает, не задевает. Вот это левый передний крыло. Все, он уходит туда. Водитель «Лады Калины» двигался по средней полосе. После левого бокового удара он остался на месте ДТП. А виновник – первой аварии. Проехав немного, остановился на автобусной полосе. Далее в правую заднюю часть на большой скорости въехал «Фольксваген». Водитель «Немецкая машина» рассказал, что в темноте не разглядел «Черную Калину». После мощного удара отечественную отбросило на соседнюю полосу. Автоледи, двигавшаяся по ней, не успела затормозить и врезалась уже в левую заднюю часть «Калины». По какой полосе ехали? Вот по этой? По этой, получается? Ну, мне казалось, что я ехала вот по этой полосе. Я по регистратору дома посмотрю. Женщина, управлявшая Красной Киев, впервые попала в ДТП. И даже спустя час после столкновения с трудом осознавала, что стала участницей аварии. Увидев разбитые машины, на месте происшествий останавливались все проезжающие скорые и спрашивали, нет ли пострадавших. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. А для трех машин пришлось вызывать эвакуатор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...